Здравствуйте всем, в эфире Арча Медиа. Сегодня этот эфир буду вести я, Кассет Мамарба. И у нас в гостях Айджан Мурсан, гражданская активистка, писательница. И мы сегодня обсудим очень важную тему. Но давайте для начала я скажу. Айджан Мурсан оштрафовали на 100 тысяч сомов. Расскажите, почему и вообще, почему именно вас? Что случилось? Мы же по времени не ограничены. Я могу рассказывать все отлично. Привет всем, ребят. Привет всем. Те, кто не знает, очень приятно познакомиться. Меня зовут Айджан Мурсан. А те, кто меня знает, ребята, я вас всех люблю. Что я могу точно вам однозначно сказать? Дело на меня уголовное. Ну, те, кто не знает, я гражданский активист, который выступает на своей площадке, на своих соцсетях, выступает в прямых эфирах. Веду прямые эфиры, реагирую на события, происходящие в стране, в мире и так далее. Баллотировалась в депутаты. Оттуда все это и началось, да, собственно. Когда ты начинаешь втекать в политику, случается так, что ты становишься человеком, не очень желанным для определенных кругов властных. Итак, мой эфир, тот двухчасовой, был основан на… Это было в феврале. Эфир был в феврале, как раз перед выборами. Джугур Кухенеш. И ко мне обратился вообще незнакомый для меня человек, Дунганин по национальности. Он кандидат в депутаты был. Причем он шел, по-моему, по местному, ну, то есть беспартийный, да. И он мне говорит, вот, Аджан, ну же, справедливость. Вы же за то, чтобы в нашей стране было многонациональное общество, да, чтобы мы жили в равных условиях. Да, я говорю, абсолютно. На кто мне показывает переписку и комментарии к его выступлениям, к его постам в социальных сетях и переписку в личных чатах, да. Я, когда увидела, ребят, я ужаснулась. Почему? Потому что я настолько наивный, оказывается, человек, настолько живу в каком-то мире единорогов и розовой ваты, что мне казалось, что мы живем в действительно независимом государстве с очень трезвомыслящим обществом. Мне казалось, что наше общество совершенно далеко от понятия шовинизма, национализма и так далее, да. Ну, то есть мы сами кыргызом, мы всегда сталкиваемся, оказавшись где-то на чужбине. Я сама с этим сталкивалась, потому что тоже была студентом-мигрантом. Я жила в Европе и сталкивалась с тем, что… И вот таким образом надо мной издевались, да. И я знаю, каково быть на чужбине, да. И когда я вижу, как в моей стране люди титульной нации, такой же нации, которой являюсь я, высказываю свои отвратительные мысли, причем в таком еще такой уничижительной форме по отношению не к человеку, как к личности. То есть если бы они знали его какие-то качества, да, возможно, и говорили, вот ты негодяй, потому что ты то-то, то-то, то-то. Когда они говорят это, потому что ты дунганин в Кыргызстане. Вот на это как реагировать здравомыслящему человеку, да. Я, прочитав эти комментарии, естественно, возмутилась. Естественно, у меня кипело внутри, потому что я, ну, позиционирую себя по жизни не для общества, а для себя как человек, который за справедливость и за правду. И я столкнулась вот с таким беспределом. Естественно, я выхожу в эфир, и я два часа ругаюсь прямым текстом, а я использую иногда в своих эфирах нецензурную лепту. Почему? Потому что я не СМИ, ребят. У меня нет гигантской миллионной аудитории. У меня есть мои подписчики, которые привыкли к моей манере общения. Я иногда нецензурно выражаюсь. Да, я ругалась. Я говорила, что мы сами, живя там, работая там, сталкиваясь с тем, что нас чурками, узкоглазыми называют, мы здесь у себя на родине позволяем, зная, как это больно, унижать другие нации по признаку их национальной принадлежности. Слушайте, когда-то во всеуслышании прервый президент Кыргызстана объявил, что Кыргызстан наш общий дом. И тогда вопросов касательно дунганинта, уйгурты, узбекты, таджикты вообще не возникало. Сегодня мы сталкиваемся все чаще и чаще с таким явлением, как то, что я озвучила. И поэтому для меня это было невыносимо больно осознавать, что я живу в обществе, которое не принимает людей по национальному признаку. И все два часа я, естественно, об этом говорила. Да, это было эмоционально. Я не спорю, даже экспертиза потом независимая это подтвердила, сказала, что девушка находилась в эмоциональном высочайшем напряжении. И понятно, что, ну, как бы, да, есть такой момент. Я это не скрываю. Я человек творческий, я писатель. Я могу им отюкнуться, могу послать, могу очень громко кричать. У меня очень язычный голос. В 20-м году я, когда на площади стояла, под памятником, мне не нужен был микрофон для того, чтобы меня слышала вся эта тысячная толпа. У меня очень сильный голос. И если я ору, я ору. Поэтому там факт, да. То есть я, когда это сказала, я увидела у людей, там смотрела, сколько человек. Я не помню, я увидела отклик, да. Люди все прекрасно поняли, что я имею в виду. Но, как выяснилось потом, в феврале был эфир. Как выяснилось потом, какой-то неизвестный мне блогер, ну, то есть я его не знала, он каргазоязычный блогер, человек, который говорит и пишет, что он патриот, человек, который борется за права какие-то, да. Я не знаю, за что он борется. Я знаю, что он, я не буду ничего говорить, да, потому что, ну, как говорится, пусть суд решает, да. Ну, кстати, хочу опередить, что его не допросили. Человек, который скачал это видео, вырезал 40 секунд из двухчасового эфира, именно в том моменте, где я ругаюсь, говорю, дунгане, уйгуры, пошли вон, а кыргызы, черножопые, узкоглазые чурки, да. Ну, то есть я сама, услышав такое видео, такое видео, я бы сама возмутилась. Человек нашел эти слова, вырезал из контекста все, вклеил это видео и выкинул в огромные паблики. Он разместил у себя и в пабликах. Больших наших, вы знаете, паблики. У нас есть и в чатах паблики, в Телеграме, и в ТикТоке. Подписью. Ну, то есть подпись, как на русском языке звучит, это дунганка поливает грязью кыргызский народ. Естественно, реакция у людей, которые это все слушали, какая она должна быть. Я абсолютно сейчас никому претензий не имею, правда. Услышав вот это все со стороны, естественно, можно подумать, что непонятная баба сидит, орет, да, обзывает кыргызов. Ну, я это все понимаю, да. Но в итоге, в итоге, следствие заводит уголовное дело в феврале, а я узнаю об этом в июле. Что делали февраль, март, апрель, май, июнь, июль? Шесть месяцев. Почему держали мое дело, мне не сообщить? Это уже, как минимум, нарушение, да, что человек, на кого заводят уголовное дело, об этом не знает. Окей, ладно, с этим понятно. Я узнала о том, что на меня завели уголовное дело. Я иду в суд, в Октябрьский суд, потому что я по прописке, да. Суд перекидывает меня в Первомайский, объясняя это тем, что у меня место, где я выступала, это вот в Первомайском было, соответственно, там нужно раскрыть. Окей, мы и с этим согласились. В итоге с августа месяца по сегодняшнее, вот позавчерашнее число, да, это какое, марта у нас, да, вот это все время шел в суд. При этом на этом суде был допрошен только эксперт. Вот, чтобы вы понимали, да, это август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Так, восемь месяцев длился суд, и за восемь месяцев допросили меня и эксперта. Все остальное время шло исследование, переносилось это все. Миллион раз кто-то не мог. Мне меняли прокурора. Прокурор тоже ознакомливался. Короче, почти год тянулась вот эта катавасия с этим судом, да. Очень важно заметить то, что на суде у меня спросили очень четко, кто я по нации, где я могла предоставить свидетельство о рождении, свидетельство о рождении моей мамы, моего папы, где в каждом пункте прописано «Кыргыз, Кыргызка», «Дочка Кыргызка». Ну, то есть для суда, чтобы он понимал, да, что кого вы судите, за что вы судите. Я понимаю, если бы я действительно была другой нацией. Это можно было бы рассчитать как межнациональную розу. Какая статья мне инкриминируется, да. Но я «Кыргызка», и я ругаю свой собственный народ, я ругаю свою собственную нацию. Я понимаю, что, возможно, в слишком жесткой форме ругаю. Но, вы знаете, когда мы воспитываем детей, мы же тоже им можем и шапалак дать, мы можем и отчитать, и пальчиком погрозить. Потому что ребенок иногда не понимает без определенного инструмента воздействия. И в моем случае я посчитала, что это был хороший способ на тот момент. В итоге экспертиза, лингвистическая, религиовическая экспертиза была проведена за одну ночь. Ну, то есть она в деле есть. Как только ее подали, ее за одну ночь провели, и на следующий день она уже была готова. Причем выступление мое на русском, но экспертиза заключения дает на кыргызском. При этом, когда мы допрашивали эксперта, это была Семенова такая женщина-эксперт, она в суде, это все зафиксировано в протоколе, она сказала, что да, были какие-то технические ошибки. То есть я вот здесь вот не так написала, там вот у меня, возможно, вот здесь вот что-то не так оформилось. Ну, то есть человек по нему признает, что он совершил экспертизу с ошибками. Это ее слова. Есть диктофонная запись заседания туда, да. И также эксперт сказала, что мы провели экспертизу только лингвистическую. Но для того, чтобы дать полный анализ, нужно совмещать ее с психологической экспертизой. У нас в Кыргызстане, вот в этом центре, где сидят эксперты, куда отдается это все на экспертизу, у нас, оказывается, нет психолога. Ну, то есть эта позиция вакантна. И всю работу берет на себя один эксперт, лингвистический эксперт, который по 80 тысяч дел в день выпускает. Но мои адвокаты ей задали вопрос и спросили, как можно без психологической экспертизы полностью давать заключение. На что она сказала, если бы была психологическая экспертиза, заключение могло бы быть другим. Ну, то есть она во всеуслышание заявила об этом. Вот мы провели свою независимую экспертизу в другой стране, где эксперты выдали заключение, что межнаться, конечно, нет. Конечно, межнаться никакого нет. Есть эмоции, есть экспрессия, есть негативное отношение, и в интонации чувствуется, что я была на пике определенных эмоций, это все прописано. Поэтому я говорю, что экспертиза честная, они мне не врали. Но судья не взяла в расчет заключение этой экспертизы, она, основываясь только на нашей экспертизе, сделала, вынесла приговор и осудила меня на штраф в 100 тысяч сомов. Очень, конечно, печально это слышать, но в целом мы сейчас понимаем, что и судьи, и вот эти эксперты, они стали как раз таким инструментом, даже уже не оружием, в подавлении каких-то, даже не противовластных, а каких-то оппозиционных сил. Не только вы сейчас подвергаетесь, ну, каким-то гонениям, да, можно сказать. Вот как вы в целом опишите сейчас ситуацию? То есть вот этот язык вражды или в целом именно межнациональная рознь сейчас трактует, и эта статья трактуется вообще везде по-разному. И именно эту статью используют для того, чтобы многих блогеров в целом подавить, потом даже посадить, если никак не угомонится этот блогер, да. И в целом никто не дал трактовку, почему эта статья, она так в больших вариациях используется. То есть закон нам говорит, закон не должен трактоваться в военном смысле. То есть мы должны читать и понимать, о, за вот это я вот такое наказание понесу, но сейчас мы не понимаем, за какие слова мы несем ответственность и вообще за какие слова мы можем сесть за решетку, извините меня. Так вот, как вы в целом оцените эту ситуацию, когда это прекратится? Ну, смотрите, я вам могу точно сказать на моем примере, да, почему здесь вообще есть рассмотрение этого дела, потому что... И почему я так думаю, что ждали полгода, да. Потому что, ну, есть такой алгоритм у Фейсбука, он удаляет тяжелые эфиры спустя три месяца. То есть эти эфиры, там, длительные видео держатся три месяца. А это был исходник всего того, что я говорила, да. Ну, то есть вот эти 40 секунд на сегодняшний день – это все, что есть. Двухчасового эфира нет. И, ну, есть свидетели, кто присутствовали при этом эфире. Есть свидетели, их там около там большое количество людей, которые потом его еще посмотрели. И они все мне написали, Аджану, куда надо прийти, мы поддержим. Мы видели, как там происходило дело. Я к чему это говорю, отвечая на ваш вопрос? О том, что... К тому, что... Межнац – это такая статья, по которой любое слово, сказанное тобой, даже стена белая, можно интерпретировать как расистское. И его можно подтянуть под это, именно под эту статью и сказать, человек имел в виду вот это. И это даже можно будет доказать, понимаете? То есть это на самом деле очень выгодная статья для любого человека, кто более или менее стремится говорить какую-то правду. Потому что люди, большинство своих очень редко в эфирах зачитывают по бумажке. Очень редко, когда подготавливают речь для эфира. Но это практически, ну, никогда не бывает. Если ты выходишь в эфир, ты выходишь ситуативно. Возникла ситуация, ты вышла. Ну, то есть ты не готовишь речь. И из твоих уст может вылететь масса слов, до которых можно докопаться. Самое главное, как оказалось, сохранять исходники, то есть делать записи экрана и сохранять это все, чтобы у тебя в конечном итоге было доказательство, потому что, ребят, вырезанность контекста, это видео смонтировано, что я могла бы сделать, если бы у меня сохранился исходник. Но, увы, вот так вот случилось. Поэтому я убеждена, что вот для тех, кому правда вот здесь, поперек горла, да, эта статья – это замечательный инструмент борьбы со свободой слова. Потрясающий инструмент, который они для себя обнаружил и используют просто до красного железа. Это вот как втонок он у них. И, ну, что тут скажешь? Ну, понятно же, люди же совершенно не все идиоты, правильно? Ну, конечно, есть небольшое количество. У меня зародился такой технический вопрос. В целом, Фейсбук хранит очень большие объемы данных и, скорее всего, они его не удаляют, а как-то архивируют, и он остается в истории, не знаю, профиля, чата. Там правоохранительные органы, они не пытались его восстановить? Ну, или хотя бы вы в плане… Ну, наверное, если бы правоохранительным органам было это выгодно, возможно, они бы попытались на государственном уровне решить эту проблему. Но я писала официальное письмо, подтвержденное, и мои адвокаты подтверждали, и организации правовые. Мы писали письма, ну, их было очень много, но Мета не среагировала. Увы. Я писала, я просила восстановить этот эфир, но, к сожалению, почему-то даже ответа не получила от компании Мета. Вот и вы давали интервью, и в целом тенденция идет к тому, что все люди, которые что-то говорят открыто, да, о проблемах, в целом о кризисе, который сейчас происходит, их либо сажают, либо судят. И такой самый важный совет, который могут дать адвокаты, это давайте чуть-чуть потише сейчас, давайте пока что не будем говорить, хотя бы там, пока суд не закончится. К чему это может привести? Действительно ли нужно молчать? Ну, все-таки своя жизнь тоже дорога, да, и своя рода тоже. Молчать, конечно, не нужно, но, вы знаете, вот даже на своем примере, опять же, да, мне пришлось замолчать, мне пришлось очень четко фильтровать то, что я говорю. При этом я, конечно, тотально не замолчала, но фильтрация моих мыслей, она проходит очень-очень-очень сильно. Почему? Потому что тут даже дело не в страхе, тут, наверное, дело больше в семье, человеку, которого есть близкие, которые волнуются, и особенно престарелые, в моем случае это мама, и человек и так нездоровый, да, сердечник, и, ну, здесь просто моя личная ситуация сыграла, да, и мои адвокаты настоятельно меня просили, Аджана, пожалуйста, держите себя в руках. Ну, то есть понятно, что если вы где-то что-то, вас тут же посадят, поэтому старайтесь вот все-таки как-то где-то сейчас аккуратнее высказывать. Ну, вы знаете, это, опять же, вопрос необходимости. Ну, то есть если ты веришь в то, что ты сможешь что-то изменить своим криком, как я наивно это полагал, что я могу действительно повлиять на какие-то процессы в стране, тем, что я высказываюсь в прямом эфире, что я смогу достучаться до какого-то сознания коллективного, и люди скажут, вау, да, супер, давайте пойдем по этому пути, будем честно голосовать, не будем брать взятки, перестанем заниматься коррупцией, и все, да, и вот мне, я же говорю, я верила в это наивно. И сейчас я понимаю, что от того, что я кричу, от того, что я возмущаюсь, от того, что я выхожу в эфир и постоянно что-то говорю, ничего не меняется, ничего не меняется. Но в данном случае один в поле не воин. В данном случае это, наверное, должна быть какая-то коллективная работа, но у нас, вы же понимаете, как все это происходит. Поэтому в моем случае вот оно как-то так сложилось, что мне пришлось, конечно, сейчас очень фильтровать все, все то, что из меня исходит, и весь контент, который я выпускаю. Это печально, конечно, но коллективную работу сейчас тоже загостили, и, как мы помним, да, 27 человек сейчас сидят в СИЗО, 5 месяцев уже. У меня другой вопрос. Вы же будете подавать на вторую, на третью станцию? Конечно, да. Какова вера в справедливый суд? После вынесения приговора в первомайском суде я уже не верю. На самом деле не верю, потому что, ну вот я видела в глазах судьи Таджибаевой, вот это вот... Человек проиграл, проиграл в своей совести. Она боролась, и я искренне видела в том, что она действительно хочет вынести справедливое решение, но она не смогла противостоять давлению, страху, возможно, риску. И я видела, насколько было ей тяжело. Это прям было заметно. И поэтому теперь я не верю. Я понимаю, что в суде тоже люди. И вначале я, конечно, разозлилась, но сейчас я понимаю, что с этим жить им. Ну, то есть, моя-то совесть абсолютно чиста. Все, кто причиняет боль другим людям, боль физическую, боль эмоциональную, все эти люди с этим будут жить. И вот кто-то верит в бумерангу, в Бога, кто-то не верит, кто-то говорит, что это все не работает, судьба, там, карма. Но вы знаете, люди могут в это верить, могут в это не верить, но оно все есть. И вот жизнь, она циклична. Вот сейчас кто-то наверху, кто-то внизу, потом колесо поворачивается, кто-то оказывается наверху, кто-то внизу. Яркий пример наше сегодняшнее, нынешнее руководство в стране. Еще три года назад они сидели в тюрьме, сегодня они занимают высшие чины. Мы не знаем, что будет через пару лет, поэтому, ну, как бы... Да, лучше, как говорят обычно, люди с совестью не понимают, как живут люди без совести, а те, кто без совести, абсолютно не понимают, как выжить с совестью. Абсолютно правильно. Согласна. Мы друг друга чуть-чуть не понимаем. Если чисто такой риторический вопрос задать, как мы можем... Наверное, очень важное состояние, когда государство нам обеспечивает справедливый суд, когда каждый человек хотя бы имеет надежду на то, что его голос будет услышан, его права будут как-то восстановлены, как мы можем повлиять на то, чтобы хотя бы вот судьи были не то, чтобы на нашей стороне, да, а просто попали по совести. Ну, вот я сейчас единственный выход вижу, это только смена поколений. Это очень звучит глобально, наверное, да, но если мы сейчас начнем заниматься идеологией, развитием хоть какого-то чуть-чуть крошечного патриотизма в умах детей, которые ходят в школы, и вместо того, чтобы культивировать деньги, власть, кресло, богатство, вместо того, чтобы воспитывать в детях ненависть и жажду власти, а вкладывать немножко другие мысли и сеять вот это вот основанное на национальном, потому что это важно, важно сохранить уникальность и самобытность кыргызской нации. Это наше отличие, то есть мы действительно уникальный народ, древнейший и очень важно сейчас действительно научить детей ценить свою нацию, при этом уважая других, при этом закладывая в них нечто большее, нежели деньги, власть, яхты, самолет. К чему чах стремятся все буквально поголовно, у кого не спросишь, что тут я заработаю, там я замуж удачно выйду, тут я найду того, тут мне, короче, всегда дай, 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 бери, дай, 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 то есть это нет вот этой внутреннего, душевного какого-то я хочу отдать своей стране, потому что я ее люблю, потому что это мои горы, это мое небо, Боже, это мой Иссыкуль, я люблю свою родину. И вот это, если не закладывать сейчас, вот уже вот в это поколение, которое уже ходит в школу, то еще через 30 лет мы не выберемся из этого, ну просто физически. Вот то, что происходит сейчас на уровне там национального языка, например, кыргызского, я абсолютно поддерживаю, например, все вещи, которые делаются для того, чтобы научить народ, те, кто не знает, я к ним отношусь, да, например, создать условия для изучения родного языка, потому что я человек перестройки, да, я советское время родилась и училась по советским книжкам, и кыргызский язык преподавали, ну сами понимаете, у нас физрук был учить, ну то есть для меня, а у меня не было родственников в аилах, куда могли бы меня отдать, чтобы я говорить научилась, да, потому что в городе, сами понимаете, в городе никто о кыргызском не говорил в то время, ну такое время было, и вот, например, для меня сейчас, то, что я не знаю его в совершенстве и не могу вот так в прямых эфирах говорить на кыргызском, на разговорном только, мне стыдно, мне реально стыдно, и я это поддерживаю, вот эти вещи я только за, но при этом уважая, уважая людей, которые тоже с нами вместе живут, вот это же легко и просто, казалось бы, да, вот понять в голове, что это легко и просто жить в мире и в дружбе, но почему-то же, видите, как-то вот не получается. В целом, мне кажется, мы должны чуть-чуть поменять парадигму о том, что борьба за идентичность, за права женщин и так далее, это не сопровождается каким-то унижением, уничижением прав других, мне кажется, должны прийти к такой мысли, что мы просто за счет свои какие-то ценности, но при этом не унижая других. Думаю, я с вами согласна. У вас есть что сказать зрителям? У нас смотрит достаточно большая аудитория, может, какой-то есть посыл? Ну, посыл у меня один, ребят, вы знаете, я каждый раз на своих эфирах, каждый раз выступаю, я всегда говорю, невозможно прийти к какому-то созиданию, невозможно добиться никакого квантового скачка в развитии, если стагнировать, переводя на простой язык, если не двигаться и не расширять свой кругозор. Ведь мы же зациклены на прошлом, например, то есть у нас очень много людей, которые живут исключительно какими-то прошлыми достижениями, говоря, что Советский Союз это единственное единственное место, где было хорошо. Есть те, которые перегибают палку и говорят, нет, мы должны думать только вот о других вещах, протаскивать только эту идеологию. Но самое важное, что такое, в чем должна быть большая основная цель любой власти, любого государства для сохранения суверенитета своего народа, это умение, умение взять самое лучшее из нового, взять самое лучшее и классное из старого, все это поженить и воспользоваться этим для того, чтобы развиваться. И вот это нежелание развивать умы людей, нежелание развивать в принципе образование, культуру повышать, оно ведет как раз-таки не просто уже к стагнации, а к полнейшей тотальной деградации. И я честно от всей души сейчас, Кассиет вам конкретно, хочу сказать, что я мыслями, мыслями, вы сами понимаете с кем, я и не только мыслями, я всеми возможными путями, я всем сердцем. И я знаю, что, вот вы знаете, несправедливость, та, с которой мы с вами столкнулись, вот мы в частности с вами очень сильно столкнулись с этим. Вот это вот все, это, вы знаете, это как последние вот эти вот попытки вытащить себя из болота, на самом деле. Люди пытаются, когда вылазят из болота, они пытаются других вот так вот бочки утопить. Но, увы, болото есть болото. В любом случае засосен. Поэтому справедливость, она всегда восторжествует. И я искренне верю в то, что наше общество настолько гибкое, настолько талантливое, настолько наивно доброе, что мы сможем выбраться совместными усилиями из вот этого вот страшного, деградирующего болота. Ой, классно. Я просто хочу согласиться с вашими словами. И в этот священный месяц, наверное, мы просто помолимся за это. Ну что, помолимся. Будет все хорошо. Мы в это верим. С вами была Айджан Марсан и Кассиэт Мамурбай. До скорых встреч. Спасибо.